Всем привет дорогие подписчики и зрители канала, с вами снова Зарбаба и мы продолжаем проходить игру Mass Effect Andromeda. Ну что ж, мы с вами продолжаем изучать новые системы, новые планеты. Здесь с этой системой Текуниса мы закончили 100%, так что давайте переходить вот сюда, в Забрай. Как раз у нас здесь еще есть задания, но мы пока их брать не будем, потому что я хочу выполнить задания на Эосе, на Нексусе, Вае. Так что пополняем вот эти задачки, а потом уже продолжим сюжетную линию. Так, аномалия. Есть аномалия. Отлично. Астероид. Ой-ой-ой, опять не то. Тут, наверное, какие-нибудь полезные ископаемые найдутся. Сверхплотный астероид содержит углеродные наросты вокруг металлического ядра и неизвестного состава. Весьма вероятно, что несколько веков назад он был частью какого-то искусственного сооружения, реликтов или чего-то еще. Залежи графита, да, как я и сказал, будут полезные ресурсы. Дубрааки. Враки, враки, дубрааки. Интересное светило, да? Голубое какое-то. Спутник имеется. Еще и аномалия есть. Никель, кобальтовая поверхность планеты противостоит жару и остается твердой. Обнаружены следы нулевого элемента, но его месторождение пока не удалось отыскать. Что мы сейчас найдем? Расщелином. Узкий каньон оказался неожиданно в глубокем. В самом низу течет поток магмы, богатый минералами. Вдоль стен расположены некие механизмы, возможно ангарские. Здесь, скорее всего, добывался нулевой элемент. Получили опыта. Грогорна. Еще аномалия. Излучение звезды Забрай поддерживает часть Грогорны в расплавленном состоянии. Океаны и магмы осложняют попытки исследования. Залежи меди. Крупное месторождение меди, которое используется для производства проводников и прочих деталей. Н-315. Здесь, по-моему, у нас есть задание. Насколько я помню. Если я не ошибаюсь, то это задание с ветра связано. А может, я ошибаюсь? Память она такая, дырявая. День на Н-315 достаточно длинный, а атмосфера достаточно неплотная, чтобы ночью температура стремительно падала. В любое время суток условия на планете весьма опасны. Да нет, никаких заданий здесь нет. Ну и давайте теперь сюда. Элладен. Но пока высаживаться не будем. Безводный, раскаленный и изборожденный множеством предлагающих хоть какую-то защиту воронок. Элладен в некотором смысле все еще пригоден для жизни. На нем размещается новая тучанка, колония кроганов, а также заброшенные шахты, разрозненные аванпосты и лагеря. Здесь у нас три задания. Это рейд на изгнанников, Турянский ковчег потерян, но не забыт и новый мир. Но мы пока с вами здесь не высаживаемся. Мы закончим с этой системой. Здесь у нас все. Так, теперь давайте сюда. Ваолон. Так, аномалий. Аномалий их нет. Ра Муронди. Так, есть аномалия. Ра Муронди, подобно Ра Мадесье, сброшена скверной с орбиты. Ее огромная масса притягивает пыль и обломки, которые начинают собираться в кольца. Так, залежи железо. Крупный астероид может являться частью Луны, которая раньше вращалась вокруг Ра Муронди, но потом была разрушена скверной. Отлично. Есть железо. Ра Мадесье. Ра Мадесье и Ра Муронди были выброшены с орбиты скверны. До этого Ра Мадесье, скорее всего, состояла из расплавленного железа и меди. Ничего здесь больше нет. Эжода. Эжода. Планета из камня и металла, окутанная чудовищно плотной атмосферой. Ее поверхность должна быть расплавленной, но скверна каким-то образом снижает ее температуру, несмотря на близость синего гиганта Ваолона. ПАС-70 ПАС-70 Хтоническая планета, бывший газовый гигант, потерявший свою атмосферу, осталось только металлическое ядро. Весьма вероятно, что этот процесс был ускорен скверной. Ну и ПАС-78 Большой газовый гигант, идеальное место для добычи гелия-3. Сложно только в выраженной активности скверны. ВАЛАЙ Есть аномалия. Ммм, так это ковчег Левсиния. Кора Харпер, пределы долга. Это у нас как раз по заданницу. Мы можем просто посмотреть, но не высаживаться там. А, нет, это уже надо будет высаживаться. А, да нет. Тогда пока нет. ПАС-16 ПАС-16 ПАС-17 находится на синхронизированной со звездой орбите, из-за чего одна сторона планеты постоянно освещена, другая постоянно в тени. Причина этого не выяснена, вероятно, дело в скверне. ХИПАЛ Во время короткой зимы большая часть расплавленной поверхности планеты замерзает. Из-за чего ландшафт ежегодно меняется. ФАСТАН АНОМАЛИО САНСОР Отлично. Планета практически бесплодна, но атмосфера ее способна формировать дождевые облака. Где-то 3 или 4 раза в год случаются сильные бури. ФАСТАНОМАЛИО САНСОР Ой, промазал, промазал. Все же какой-то миллиметр уже промазал. Что у нас здесь? Река. Сильнейшие осадки привели к образованию этой реки. Вода скоро впитается или испарится. Так, ну здесь мы с вами тоже закончили. Осталось только задание. Скорый, да? А, нет, еще последняя планета осталась. Масеид. Ну, я думал, мы все. АНОМАЛИО САНСОР Внешний слой коры планеты образован платиной и кобальтом. Поверхность его покрыта трещинами от метеоритных ударов. И какая-то есть у нас тут еще аномалия. Залежи алюминия. Ценный легкий металл. Данные залежи находятся близко к поверхности, поэтому добыча будет относительно легкой. Ой-ой-ой-ой, я не сделал добычу. Отлично. Вот, теперь все. Осталось только задание коры. Но, я уже сказал, не сейчас. Не сейчас. Я хочу до конца исследовать все планеты, которые у нас неизвестны. Осталось еще три системы, получается. Хефена. Так, есть аномалия. Комета Талула. Еще одна, третья у нас, по-моему, в системе. ЛЭМ. Залежи в Анаде. Обладает крайне стабильной орбитой, невзирая на скверную и черную дыру. Коми-ро-но. Коми-ро-но. Планета получила название в честь младшего брата легендарного героя Ангара Джа-али-но. До появления скверны, Коми-ро-но находился в тени куда большего газового гиганта. Так, аномалия. Обломки. До появления скверны, астероиды вокруг Коми-ро-но составляли луну, на которой у Ангара было поселение. Теперь не осталось ни луны, ни поселения. Заработали опыта. ПАС-39 ПАС-39 скорее всего является останками Джа-али-но, газового гиганта, названного в честь легендарного героя Ангара. Сейчас он практически лишен атмосферы. ДАВАР Сила тяжести над Аварей необычно мала для планеты такого размера. Очевидно, это следствие полеэффекта массы, создаваемого скверны. ДАВАР необходимо будет обследовать еще раз, когда он вырвется из-под скверны. Ну хорошо. Сделаем, как только это произойдет. Так, отправляемся сначала сюда. ТАФ-ФЕНОМ Да, смысла пока нет. Мы пока просто сканируем систему. Аномалия есть? Аномалии нет. Солод. Интересно, мы сможем просто просканировать? Или все-таки это уже будет вступление в задание? Яростные бури, ядовит атмосфера и тектоническая активность делают эту планету не лучшим кандидатом на добычу льда, несмотря на целый моря замерзшей воды и жидкого нашатырного спирта. Жидкого нашатырного спирта? Что у нас здесь? Ледяной пласт. На поверхности ледяного пласта находится занесенный снегом шахтерский поселок Ангара, брошенный сто лет назад. Тентробиил. Аномалия. Поверхность этой огромной планеты ощущая на гладкая и состоит в основном из олова и никеля. Атмосфера из метана и этана позволяет удерживать тепло. Что за аномалия? Залежи железа. Крупные месторождения железа готовы для скорой разработки. Дуй енонаса. Аномалия нет. На орбите дрейфуют обломки кораблей Ангара, показывая, что добывать гелий-3 на этом газовом гиганте сложнее, чем может показаться. Ну хорошо. Значит не будем добывать. ПАС-65. Так, сразу вижу аномалию. Наверное, какой-нибудь спутник. На пустынной планете удивительно прохладно, учитывая близость звезды Тафена. Причина этому – высокоотражательная способность месторождения металлических руд на поверхности. Да, спутник. Похоже, это позиционный маяк, отправленный со Сларианского ковчега Парчеро. Его системы слишком повреждены, чтобы можно было определить, был он выпущен случайно или с какой-то неизвестной целью. Ну что, получается осталась только одна планета, да? Связанная с заданием. Да, мы можем, в принципе, приблизиться к этой планете, просканировать ее и посмотреть. Серьезно? Это же наш ковчег. Вопрос только чей. Ладно, я пока ничего здесь сделать не буду. Надо будет стыковочный отсек высаживаться, но этим мы сейчас не будем заниматься. Мы узнали что-либо о Сларианском ковчеге. Вот тебе и на. Римав. Так, аномалий нет. Фаидром. Фаидром. На поверхности планеты можно увидеть следы нескольких исследовательских экспедиций ангара, раздавленных гравитаций, полузанесенных из-за постоянного ветра. Нуундри. Вижу уже аномалию. На растрескавшейся поверхности планеты находятся большие месторождения магния и кобальта. Постоянная вулканическая активность приводит к тому, что потоки лавы видны с орбиты. Вулкан. На планете часто происходят извержения, но этот крупный вулкан может особенно много рассказать о геологии планеты. Так, получили опыта. Аммияи. Так, хорошо. Этот безжизненный спутник интереснее с научной точки зрения, чем его планета Аммияйонна, потому что даже с орбиты удается определить месторождение нулевого элемента. То есть здесь у нас будет нулевой элемент, да? Древний кратер содержит следы радиоактивных материалов нулевого элемента и металлов в других форматах на планете не встречающихся. Нет, только заработали опыта. Так, ну и последняя планета. Сможем ли мы ее отсканировать? Можем. Это не будет считаться заданием. Попав под действие скверны, это ранее пригодное для жизни планеты превратилось в поле обломков. Из-за отсутствия атмосферы форм жизни здесь мало. Внимание! Обнаружен повышенный уровень солнечной и космической радиации. Рекомендуется не покидать кочевник. Ага. Хорошо. То есть здесь запрещено. Новый мир и цели и средства. Это у нас задание ветры. Но сейчас мы этим не занимаемся. Раз мы все закончили, я предлагаю нам вернуться на Нексус. Там очень много интересных заданий будет с вами, мне кажется. Поэтому летим именно туда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Рă Industry Что же у них такое стряслось Давайте смотреть Мне писали в комментариях, что я где-то здесь забыл о задании Поговорить с Керри насчет ангара Здесь у нас что? Странно Здесь найти ЭМИ устройство Найт Здесь доставить в вихрь образец Скадар Вот давайте поразговариваем Потом заодно зайдем к торговцам Посмотрим, что у них там обновилось Окей, хорошо Так, а что в этом терминале? Нексус Траур по Джиэн Гарсон Мы все еще скорбим о гибели Джиэн Гарсон Основательницу инициативы погибло столкновение Нексуса со Скверной Запланировано официальное прощание, хотя подробности директор Джарун Тан пока не оглашает Мы не добрались бы сюда без Джиэн, заявил он Но сейчас, когда мы здесь, необходимо в первую очередь думать о вопросах выживания, а не о церемониях Нексус, школьная программа Представители разных народов не смогли достичь соглашения о едином школьном расписании для детей инициативы Азари заявили, что будут ждать разрешения спора Избавление от постоянного света У тех, кто давно не высыпался как следует, появилась надежда Начинается ремонт плохо работающих лам дневного света, которые в некоторых зонах Нексуса никогда не выключались Нексус, пропавший в космосе В открытом космосе пропал рабочий, проводивший работы снаружи корпуса Нексуса Имя пропавшего не сообщается, пока о прошествии не будет сообщено родственникам во Млечном Пути Каким родственникам, когда прошло 600 лет? О чем вы говорите? Таинственная болезнь Власти в замешательстве из-за тяжелой болезни, связанной с похожими на вишню фруктами, которые привезли с жилища 7 В карантине остается множество пассажиров Скверна пересекает путь Ученые выдвинули предположение, что энергетическая аномалия, названная скверной, ограничивает передвижение и связь в скоплении Попытки связи Власти продолжают работать над установлением контакта с нашими потомками во Млечном Пути Пока что сообщения о прибытии в Илле остаются без ответа Война банд Продолжается противостояние на Кадаре Соперники сражаются за контроль над Портом После кровопролитных боев с коллективом, отверженные получили полный контроль над Кадарой Вожаком коллектива, известным как Шарлатан, оказался контрабандист Рейс Видаль В настоящее время он в бегах Меры безопасности на Кадаре усилены по приказу Слоун Келли Предводительницы отвержены Найдено пристанище изгнанников Изгнанники с Нексус нашли новый дом и находятся под проклистом главы службы безопасности, обвиненной в участии в мятеже Расследование показало, что Слоун Келли, глава службы безопасности Нексуса, причастна к бунтам, в ходе которых погибли десятки пассажиров Руководство инициативы обнаружило изгнанников, включая саму Келли на Кадаре, пустынной планете в системе Гаваркам Прибыла ангарская делегация На Нексус прибыла ангарская делегация Командование инициативы надеется создать прочный союз с аборигенными расами Андромеды Хотя напряжение еще сохраняется, ангарский посол, как сообщают, был восхищен Нексусом и нашими возможностями Основание Продромоса Тот день, когда инициатива основала Продромос свой первый аванпост в Элее, войдет в историю Создание города на Эос сопровождалось двумя трагедиями, унесшими множество жизней Но все же власти заверяют, что у них нет отбоя от желающих поселиться на новой планете Найдено хранилище Исследования на Эос в системе Пифея привели к обнаружению загадочного сооружения, которое официальные представители пока называют хранилищем Об этой подземной конструкции сейчас известно только то, что она была создана реликтами Вот что заявляет прославленная ученая Азария, Пелиссария Бсейл То, что мы включили в убежище, радикально изменило атмосферу на Эос Погиб первопроходец Алик Райдер Скончался человеческий первопроходец, Алик Райдер погиб при посещении жилища 7 в системе Эриксон Сообщается, что место первопроходца занял сын Райдера Он же принял командование Бурей, занимающейся для нас поисками нового дома в Андромеде Нексус расследование бунтов продолжается В ходе расследования мятежей на Нексус удалось установить двух вероятных зачинщиков Инженера системы жизнеобеспечения Каликса Карваниса и анонимную Азари Как сообщается, до правительства эти члены экипажа занимали ключевые посты, связанные с поддержанием работоспособности Нексуса Карванис был застрелен в службу безопасности Инженер Азари изгнана Власти полагают, что на станции остались сторонники мятежников У них глаза повсюду предупреждают Джарун Тан Будьте начеку Нексус Возрождаясь из пепла Экипаж Нексуса, не покладая рук, трудится над восстановлением систем и инфраструктурой, получивших повреждения при столкновении со скверной Уровни кислорода и фильтрации стабилизированы Но правила экономии сохраняются до дальнейшего распоряжения Нам предстоит долгий путь, заявил директор Джарун Тан Но нам придется его преодолеть, если мы хотим сохранить цивилизованное, основанное на законности, общество Эус, чужие технологии опасны Инициатива предупреждает новых колонистов об угрозе, исходящей от техники реликтов и кетов Гражданин, обнаруживший подобное оборудование, обязан известить об этом ближайшего представителя власти и ни в коем случае ничего не трогать Гиприон, проблема с криостазом решена На Гиприоне устранена ошибка, из-за которой десятки колонистов были преждевременно выведены из криостаза Все капсулы работают так, как должны Сообщается, что причиной проблем был сбой, повредивший базы корабля Колонисты просыпались, так как из-за сбоя получали выбор Вернуться в капсулу или занять на Нексисе должность, соответствующую их навыкам Кадара Активировано хранилище Кадары Отравленная серой вода Кадары стала пригодна для питья после того, как первопроходцу людей удалось найти и активировать хранилище планеты У меня мало кто заказывает воду, сказал Юми Генон, бармен песни Кралы Но будет здорово добавить в напитки немного льда Войлд Начат диалог с ангарским сопротивлением Первопроходцу людей удалось наладить контакт с легендарным ангарским сопротивлением Эта группа повстанцев ведет затяжную войну с кетами на поверхности ледяной планеты, известна как Войлд Указывается, что сопротивление тепло восприняло прибытие Нексуса и рас Млечного Пути Кадара Доза забвения На Кадаре растет количество зависимых от забвения. Наркотическое средство, быстро вызывающее зависимость, было открыто доктором Риотой Накамото. Оно синтезируется из штамма бактерий, схожих с пенициллином. В повышенных дозах вызывает сонливость и галлюцинации. Сейчас забвение является самым распространенным наркотиком в пиратском порту. Ответственность за производство и распространение отравы лежит на лидере отверженных. Войлд Победа на Войлде На ледяном Войлде была уничтожена важная стратегическая база кетов. Лидер сопротивления Аник до Зил выразил свою благодарность инициативе. Лишь сообщанам удалось одолеть общего врага, сказал он репортерам НАЗ. Надеюсь, наше сотрудничество будет столь же благотворным и в будущем. Войлд Войлд Ходят слухи, что в давно оставленном городе под ледяной поверхностью Войлда был найден некий древний искусственный интеллект. Официальные лица отказываются от комментариев, зато нам удалось получить подтверждение от трех независимых надежных источников. Нексус Клемент оправдан Похищенный мужчина, ошибочно обвиненный в сотрудничестве с изгнанниками, был найден мертвым на Кадаре. Санжиева Клемента вызвали с Нексуса вопреки его воле. Он отправился к Андромеде, чтобы начать жизнь заново и не желал никому зла, говорит его друг Селлен Свен. Он не был изгнанником. Ему лишь хотелось обрести здесь новый дом. Надеюсь, его запомнить таким, каким он был. Хаварл Хаварл. Тайна ангарской реинкарнации Ученые из Млечного Пути затрудняются объяснить феномен, который позволяет ангара с Хаварла вспоминать то, что видели их усопшие предки. Представители этой расы верят в то, что могут вновь возродиться в своих потомках. Ученые же скорее склонны полагать, что воспоминания передаются по наследству так же, как и генетические признаки у живых видов Земли. Кадара Открыты новые рудники На Кадаре построена ванпост инициативы. Дитеон будет добывать серу, которой богата пиратская планета, чтобы создавать удобрения для других колонизированных нами миров. Обустройство поселения стало возможным благодаря тому, что первопроходцу людей и руководству изгнанников порту удалось достичь хрупкого мира. Ну, в принципе, пока и все. Не замечал как-то раньше я этот терминал. Ну, давайте с ним поговорим. М-м-м, а что бы сделать? Да пока все это хорошо. А-а-а, колонистов. Да мне кажется, они будут против. Хотя, с другой стороны, если не разрешат, то возможно. Так, вот что-то мне дала. Ничего. Так, тут какое-то есть задание непонятное. Так, ветра. Так, задание задает. Это как раз, наверное, ты, да? Это как раз, пожалуйста. так хорошо так ну я даже здесь не был ни разу разгневанный турянец какой-то злой уж прям ужас так у нас по идее тут должен прийти посол ангарский и мы успеем помогать обеспечить их я предпочитаю их я предпочитаю их вы понимаете о патфинтер Продолжение следует... Ну, пошли. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну тут вроде ничего нет... Общаться не с кем... Заданий никакого нет... Двери вроде все закрыты... Хотя вот это вот открыто... А, ну здесь мы проводили расследование с вами, так что поэтому она, наверное, открыта... А так все остальное закрыто... А... What's the problem, Пиби? Ничего, ты не хочешь со мной разговаривать, нет? Ну ладно... Вот Пиби не хочет со мной разговаривать... Обижает меня... Ладно, пошли вниз... Здесь все равно, получается, делать нам нечего... Так... Так... Сканирует нам здесь нечего... Так... Ну я предлагаю нам сейчас дать здесь задание... И попробовать нажраться под конец серии... Че получится вообще... Уже несколько раз писали в этом в комментариях... Напейся на Нексусе... Напейся на Нексусе... Ну вот сейчас попробуем... Напиться... Все не так плохо... Да, не за что... Если тебе стало легче... Так, ничего тут нет... Только Лем... А, нет, подожди, еще Лекси есть... Лекси бухает... Так что ты неслучал... И ты, видимо... Моя besoin... Отгое на одной ботле... Ты не будет первая к себе... Айфлоринка не дает церковь... Говорит вам... Что тут стоит? Потому что... Айфлоринка не дает ответственность... Я не могу возвращаться... Я не может принять? Левоскинка... Лекси... Ты не говорила в эту ботле... Так что ты зашел currently... What's this really about? PB thinks I don't care about the crew. That you're all just experiments to me. Do you... Is that how you think I see you? Since when do you care what PB thinks? It's not the first time someone told me that. In fact, every one of my exes said something similar. Hence why I'm taking a break from relationships. So that's the real reason you said no to dinner. It wasn't because I'm not your type. Yes, I mean, no. Don't change the subject. Is that how you think I see you? You wouldn't be moping in this bar if you only saw me as an experiment. I don't moping, but you're right. Thank you, Ryder. I should get back. What about your wine? I'll save it for another day. Ну и правильно. Трезвая голова, она лучше. Free drinks for Pathfinders. I'll make sure of it. Да, ну, спасибо. Interesting. Thanks, Pathfinder. Так, отлично, здание выполнено. Истинное мастерство. Интересно, как что-нибудь еще будет? Нет, ничего. Ну что, дружище? Нет. Вот, я думаю... Привет. Привет! There 거 comes to my lab. Бар. Whatever. О, Judge. Look at you, getting all used to things. Things are fine. There's people I don't like. They talk back. Какой порядок? Бессовестный прохвост? Это напиток, а не так. Где стакан? Куда делся стакан? Ого, теперь стакан на месте. Ох ты! Отлично! Сразу вырубила. Как я здесь оказался? Привет, мадам. Не подскажете, как я тут очухался? И все? Понятно. Вот это вот мы нажрались, получается. Ох, как нажрались-то! На канале мне больше понравилось, как мы веселились. Что-то как-то здесь скудновато немножко. Так, может быть, тебя отсканировать? Отлично. Хорошо. Обыскать жилую палубу гипериона, обыскать крео-отсек гипериона. А здесь еще есть какие-нибудь задачи у нас? Да. Эмми-устройство надо будет найти. Давай резко назад. И, кстати, надо будет сейчас пройтись еще под конец по этим оружейникам. Есть. Отлично. Да, это еще посмотрим, как это ты меня остановишь. Ну ладно. В принципе, все. Давай к торговцу. Здесь больше ничего нет. Может быть, что-то у них есть на продажу интересненькое. Так, я могу сразу к магазину? Да. Ну, здесь только получается броня. Хорошо. С этим понятно. Здесь только оружие. Тоже, в принципе, понятно. Интересно, у тех появились какие-нибудь модели кораблей или, не знаю, там, покраска. Да, появился Архангел, Весон и Тьма. Ух ты, черный какой. Надо будет посмотреть. Так, утиль продать. Отлично. Так, хорошо. У тебя больше ничего нет. Это расширения всякие. Модель кочевника. Ну, почему они не цветные, а? Ну, так обидно. Так, и риди мне не нужен никель. Бериль нет, алюминий нет, берилли нет. Мне, по идее, нужен ванадий. Но у них ничего нет. Ладно. Отлично. Хорошо. Ну, что же, дорогие друзья. Продолжим выполнять задания на аннексию уже в следующей серии. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами Мазар Бабай. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.